Продолжение следует... Значит, вот эта птица... Голубая... Значит, в принципе... Очень хорошенькая птица... Видите, у нее бирюзовая ушная мочка... Показывай... Вот видно... Она слабо бородатая, но борода явно выражена... Темный глаз... У нее недостаточно хорошо развит гребень... Но это курица... Поэтому мы не так уж... Не строгим... У нее голубая окраска... Вообще, эта серо-пепельная голубая окраска... Очень сложный признак... Очень сложный признак... Добиться вот такого... Это... Очень трудно... То есть, это... Большое достоинство... Но... У этой птицы есть... Можно сказать... Дисквалифицирующий недостаток... Это... Излишнее оперение Плюсик... Посмотрите... У нее оперены все пальцы... Если бы мы с шелковой породой работали... То это все замечательно... А у шелковой породы... Ой... С павловской породой... Мы бы радовались... Вот... А у шелковой породы... Должны быть оперены только внешние пальцы... Средний палец даже не должен быть оперен... Если бы на среднем пальце... Скажем... Было бы вот так вот... Как-то вот... Чуть-чуть... Я бы... Мог не дисквалифицировать эту птицу... А сейчас... При... То... Что... У птицы очень много плюсов... Много... То есть... Окраска... Окраска перьев... Окраска самых кожных покровов... То есть... Вот она черная... У нее бирюзово-лучная мочка... У нее... Чуть-чуть слабо розовый гребешок... Вот... И... Я уж не говорю о... Голубой окраске самой птицы... Вот... У нее... Вот этот недостаток... Излишнее... Развитие... Перебивает... Еще одно... Большое достоинство этой птицы... У нее... Видите... Почти... Четко разделены... Четвертые и пятые пальцы... Это... Редкость в шелковой породе... Потому что здесь... Мы скажем... Этого... В общем-то... Уже и не видим... Но тем не менее... И... Вот тут маленький... Недостаточек... У нее... Немножко искривен... Ну... Это... Совсем маленький... Но... К сожалению... К сожалению... Очень хорошая птичка... Почти великолепная птичка... «Остается без отца...» «Осё...», «Ау-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а..» Ну... Поэтому недостатки вишек. Значит, вот рыжая курочка. Одно время рыжие курицы были только бородатой. Сейчас уже появились безбородые, но тем не менее, эта птичка бородатая, как и положено по классике. Она чисто рыженькая, хорошенькая, немножко черного здесь и в рулевых хвостах. Раньше птицу оценивали по шелковистости. То есть перо должно быть хотя бы на одну треть травмировано, если это маховое перо и перья хвоста. А других перьев быть не должно вообще. То есть вот как птицу раньше описывали, что это птица с кошачьей шерстью и черной кожей. Вот вам черная кожа. Вот это главные прозвуки были. Сейчас все это остается, но в табеле о рангах сейчас стали идти двумя путями. То есть на уменьшение карликов. Это чуть-чуть крупнее, чем карликовая форма. Карликовая птичка должна весить не более 600 грамм. Это весит где-то, я думаю, 700-750 грамм. То есть она почти карликовая. И сейчас уходят на крупность. То есть через год, буквально каждые два года, стандарт на шелковую породу увеличивается хотя бы намного. Вот на крупную форму. Ну, 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 девочка. Теперь обратите внимание еще на ножки этой птицы. По сравнению с предыдущей, ну да, есть вот все-таки оперин, но оно почти отсутствует. То есть вот здесь я могу это отметить как недостаток, но не дисквалифицированно, как птица. Оперин только наружный палец. То есть вот на полную ставить не будем. Еще одно требование, по которому сейчас идет мировая, ну, европейская, прошу прощения, европейская селекция, это на то, чтобы гребень был широкий. Причем, значит, считается, что гребень в ширину должен быть больше, чем в длину. Здесь в длину он больше почти в полтора-два раза, чем в ширину. Вот видно по курочке. Вот, то есть вот у нее все великолепно, кроме небольшого наличия перышек на пальцах и вот гребешка. Но вообще, по нашим меркам, эта птица вполне получает оценку очень хорошо. Я потом напишу ее. Вот эта птичка потяжелее, она уже грамм 800, если нужно лицо. Им пять месяцев, пока еще молодой. Вот. Значит, по гребешку тоже самое, он длинный, да? Глаз темный. Пусть моя мочка бирюзовая. Белых включений на перо. Последний третий травмированный. То есть, когда мы говорим, травма или недостаток плохо, то у шелковой это хорошо. У нее очень хорошо сформирован хвост. Смотрите, вот этой птички просто не было перехор. Вот, и вот. Очень хорошо сформированный хвост. Мы посмотрим на ночь. Вот, на ночь. Вот здесь мы видим все-таки излишнее оперение. Видите, как надо? Уходите от этого, потому что у шелковых должны быть только лампасики. Я за прошлый год получил более 300 уголов потомства. Оставил 11. Четыре петуха. Вот, здесь пока три. Я пишу оценку на рыжую только, потому что эти остальные вот по... Вот, по плюсу мой. Так, и кто это? Урбанович. Ого. Урбанович. Урбанович. Так, курица. Вот, и все просто шелковые. Сейчас это в России. Принято было называть их китайские шелковые. Сейчас международное название просто шелковые. Силки, их не знаю. Либо сайден. Ну, сайден по-английски, сайден по-немецки. И то, и другое шелковое. Вот, причем отмечаем не шелковиста, а шелковое. Значит, почему? Если мы переводим английский, силки, это шелковый, запатавший шелковист. А если берем немецкое название, сайден, шелковое. А вот шелковистый по-немецки, это будет сайден артик. Вот, педанты немцы, если у них написано шелковистая, они ее называют сайден артик. Вот. А наша, вот, российская, наука, ну, вот, говорили как, что эта птица порода шелковая, а вот признак у нее шелковистость. То есть ген шелковистости, а порода шелковая. Поэтому, если вот так вот, то, что у нас написано шелковое, это правильно, не шелковистое. Вот, ну, скажем так, вот, если в общем я вам сказал. Ну, значит, китайское сейчас не говорят, поскольку вот просто как бы азиатское. Вот, просто шелковое. Поэтому пишем шелковое. Рыжое. Или желтое, ну, ладно. Ну, красное. А? Она идет красное, есть же еще палевое. Ну, хорошо. Напишем красное. Разница. Красное, достался, породное. Я тебе там полирую и не тебе расскажу, я тут ничего не скажу. Тут дело в том, что от палевая до красной ген-то один работает. А, да, да, да. Хотя говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве. Ну, по шелковой породе, по шелковой породе, вообще, окраски достаточно размазаны вследствие того, что сама структура оперения такая, что она не позволяет вот четко все, четко все рисовать. Хорошо сформировано, шелковистое. То есть, видите, порода, пишу, шелковая, а характеристика птицы шелковистая. Здесь важна игра терминов. Вот. Значит, в недостатке пишу наличие... На среднем и... На... Да. Среднем, заднем и внутреннем пальцем. Это надо знать. Так, и еще недостаток, это узкий гребень. Пишу просто узкий, вы понимаете, что он должен быть широкий. Вот. Но мы биться с этим будем еще долго. Хотя в Германии я видел птицу уже с достаточно широкими гребнями, то есть очень скоро мы эту птицу получим. Ну, общая оценка все-таки... Вы знаете что? Вот пока мы поставим в этом году очень хорошо этой птицей, но по правилам, которые вот сейчас идут, вот тут тоже написано, птица, если у нее гребень нет, то есть ширина гребня не больше длины, оценку выше очень хорошо она уже не получила. То есть еще плюс оперения на пальцах, и она уже сваливается на хорошо. Но, поскольку вот, так сказать, мировые тенденции к нам приходят попозже, в этом году она оценку очень хорошо получит, а вот ее потомство уже должно быть без оперения на внутренних пальцах. Продолжение следует...